этот кейс пятилетней давности может даже лет восемь уже назад пришло почему потому что этот молодой человек приводит уже ко мне своих детей приходит ко мне как-то молодой человек и говорит я зарабатываю 30 миллионов тенге в месяц по тем временам это было ну что-то около ста тысяч долларов да ну чуть чуть плюс минус я вот ты знаешь ты не звучишь на 100 тысяч долларов ты звучишь примерно ну тысячи на 2 на 3 он год нет я вот зарабатывать уже вот на протяжении пяти лет и у меня вот такие доходы я бы послушай я не знаю сколько ты зарабатываешь но не звучишь ты я его спрашиваю сколько ты тратишь на семью и он сказал две-три тысячи долларов месяц а что ты делаешь с остальными деньгами он у меня есть 17 компаний которые вот-вот скоро начнут генерить прибыль то есть инвестиционный вот он не инвестирует в бизнес и я его спрашиваю слушай дорогой давай сделаем так из этих 17 компаний есть хоть одна которая приносит прибыль он тебя не знаю это надо считать его давай так сделаем компании которые не приносят прибыль больше чем три года ты закрываешь и что мне нравится в предпринимателях он приходит ко мне через два или три месяца и и такой сияет прям я вот теперь звучишь я бы сколько компаний осталось это одна он закрыл все 17 компаний и оставил только одну материнскую компанию которая генерила ему доход и все и началось он уже там с женой в рикса си там в москву улетит там еще куда-то то есть они в пятизвездочных отелях только и и бизнес его стало расти и процветать и он мне тогда такую фразу сказал куда бы ты ни уехал где бы ты ни был я тебе всегда найду и буду приезжать и вот так таким образом мы с ним до сих пор дружим вот ко мне приезжает в астану в алмату когда здесь бывает и в какой-то момент он прекратил приходить почему потому что он сказал дальше начинается политика больше денег не надо и и мы стали дружить просто так без всяких сессий и мы иногда с ним ужинаем иногда обедаем когда пересекаемся когда находимся в одном городе поэтому очень важно своевременно понять что тебе нужно какая цель у тебя стоит и ты замечал что за собой или за людьми очень часто учил это ложные цели напиши в комментарии свою ложную цель вот но свои иллюзии какие у тебя есть по отношению своей жизни к бизнесу или к своей второй половине